здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена рада вас приветствовать сейчас у нас будет с вами финансовый гороскоп в духе нашего овна но и нас это будет касаться напрямую потому что месяц когда овенами правит модель поведения нашего невольным образом будет очень похожа на то как он смотрит на эти вещи и тут же мы будем говорить о подарках для знака овен полном объеме этого слова от парфюма до драгоценных камней которым было бы ему приятно получить к своему дню рождения так что перейдем у нас интересный разговор прежде чем перейду к теме нашего основного разговора конечно величайшая благодарность всем кто поддерживает канал ты не дает мне возможности военное время совершенно скиснуть и поддерживает и моих собачек которые должна кормить и лекарства покупать и прочее спасибо вам что вы у меня есть что мне есть возможность каким-то образом существовать на этом белом свете поэтому от меня вам конечно там же где банковские реквизиты внизу есть ссылки на гадание мо и на оракул кстати очень интересное гадание мо рекомендую вам попробовать вам понравится и соник если вам интересны ваши сны теперь еще на канале более 2000 видео со всеми не познакомишься и очень трудно найти эти видео поэтому я специально их разложила плейлисты там у нас и психология отдельно и занимательная астрологии и уроки астрологии для начинающих гороскопа на 2024 год там очень интересные тематики для вас на текущий год корма имени сад огород кулинарии милости прошу дорогие мои друзья все сделано с великой любовью и тщанием надеюсь что передача моего опыта будет вами воспринята должным образом смотрите общайтесь со мной мне это будет исключительно приятно ну а теперь к нашему финансовому гороскопу могу сказать что овен любит работать он любит работать со всей отдачей бросаться в дело по самое не могу и даже если нужно поработать сверху ручно для овна никакой проблемы в этом не бывает так что я думаю что и у нас у всех с вами будет достаточно мощный трудовой месяц когда нам придется повкалывать по самое не могу так более того еще под задержаться на работе лишний раз для того чтобы подогнать хвост действуйте как овен делайте как я делаю лучше меня и этот лозунг будет касаться каждого являетесь вы овном или нет вы скажете о нет это не это не мое я таким заниматься не буду но вы помните что наступает месяц овна овен у нас человек с очень сильным характером с очень волевым подходом к любому вопросу так что для вас это или не для вас но придется как-то мобилизоваться и выложиться по полной программе иначе сядите мимо стульев на финансовое благополучие рассчитывать вам точно не придется так что инициаторство ваше очень будет высоко востребовано и ваша выкладка на работе не просто так а всерьез надолго это те моменты которые овен будет внимательно отслеживать по отношению к вашему труду и к вашей деятельности и какую бы роль вы не занимали в списке так сказать рабочего процесса а в кем вы можете быть вы можете быть либо начальником либо подчиненным в некоторой степени то что овен требует от самого себя будет требоваться от вас и даже если вы начальник и казалось бы вам не перед кем отчитываться тем не менее вы будете очень внимательно рассмотрены в призму соответствует ли вы взгляд овна на этот вопрос и уж поверьте мне овна не заржавеет вообще если разобраться вот если взять овна начальника то он терпеть не может людей которые пришли на работу не работать а просто отсиживать и делать создавать кипучую деятельность такую якобы я работаю но в основном топтаться возле кофейника много болтать много бегать много суетиться на поверку в ничего не производить таких подчиненных овен терпеть не может и если нужно сократить кого то такие полетят в первую очередь начальник овен очень ответственный и очень высоко задирают планку по отношению к окружающим но и себя он не щадит он на работе выкладывается по полной программе с вас же тоже стружку за это снимет если вдруг вы решили быть ленивым вечно находитесь в сонном состоянии пребываете в каких-то империях или фантазиях и иллюзиях и ваших глазах нету жара и рвения к работе то боюсь что с начальником овна вам не сработаться никогда она ведь так даже и не скажешь ведь это человек в лице начальника достаточно доброжелательные кажется что с ним можно обо всем договориться конечно можно если вы горите на работе и о своем личном забыли полностью чего он от вас потребует то пожалуйста вы будете хорошим работником в его глазах и для вас будут существовать определенные привилегии но если вы извините я работаю от звонка до звонка и минуту переработки для меня смертельный номер боюсь что вам это не простит овен начальник потому что у него такое если нужно для работы нужно остаться и поработать это не обсуждается а если у вас на этот счет личное мнение как говорится личная программа существует вас все равно по головке не погладят так что это не тот начальник которому можно брякнуть извините я отработал свой рабочий день и всем до свидания если вы горите на работе если вы имеете рационализаторские предложения если видно что вы переживаете и радеете за то что и чем живет производство вы высоко будете оценены начальником овном и ваше продвижение по карьерной лестнице как говорится не заржавеет он таких работников очень сильно любит если предприятие по каким-то причинам пошатнулось и ему очевидно грозит крах более всего не любит начальник тех подчиненных которые как крысы чувствуя что корабль идет ко дну первые начинают его покидать увольняться самостоятельно и всячески не проявляет интереса к тому чтобы выложиться и неимоверными усилиями постараться вытянуть предприятие из состояния краха сам же овен будет бороться за свое детище до последней секунды выкладываясь и благодаря нечеловеческому буквально усилию будет стараться выправить положение чтобы предприятие к дну окончательно не пошло от работников он потребует того же а если вы понимаете что тут не сегодня завтра склонится предприятие сделайте ручкой вас конечно отпустят но если вы потом попадетесь на глаза этому человеку вряд ли с вами даже поздоровается и все же начальник овен достаточно непростой за словом карман не лезет если состояние дел и прочуханка вам должна быть организована делает это достаточно филигоранно почистит вас так чтобы будете блестеть как медный тазик только репку почесывать как вам собственно говоря не повезло он достаточно вспыльчивый языкатый начальник но на добро всегда ответит добром честен и откровенен и за вашей спиной никаких козней вам устраивать не будет у него все по труду и по работе если все отменно будете в шоколаде если работаете лишь бы время переводить такое же к вам будет собственно говоря отношение этого начальника так что с начальцем мы разобрались но хорошо вы не начальник вам ничего не грозит быть начальником а может вы подчиненный давайте посмотрим как у вас дело будет обстоять в месяц он более силовый на подчиненный раскрывается этих вопросах когда он имеет свое собственное мнение и может это мнение реализовывать на практике то есть не сильно зашурен правилами и обстоятельствами которые его загоняет начальство вот он не может быть открытым и ярким если вы над ним сильно доминирует и давлеет ярко и сочно выглядит овен подчиненный если ему дать работу по душе он бросается на нее со всем пылом и энтузиазмом своего кипучего нрава и более того если работа или проект требует того чтобы задержаться на работе будет задержаться до полуночи активно трудиться подсчитывать подгонять те хвосты и пожалуй с удовольствием один останется как говорится в офисе сверхурочно его это не беспокоит что рядом с ним нету других оппонентов ну каждый поступает как считает нужным овен же может вполне поработать и сверхурочно если это требует обстоятельства но если подсунуть его работу ниже его квалификации еще при этом сдобрить не злым тихим словом на тебе вот это с другим ты вовсе не справишься подобное отношение к нему может его спровоцировать на моментальное увольнение с предприятия потому что такого унижения по отношению к себе выдержать он категорически не может и никогда не считайте что он будет работать только за одни бонусы он задержался для того чтобы например подзаработать лишнюю копейку от денег никто не откажется но для овна в работе деньги это не самоцель для него самое главное уважение которое ему окажут авторитет который его повысится в смысле хорошо выполненной работы ну а деньги это приятное дополнение но стоят на третьем месте никогда нельзя принимать работу овна не похвалив его и не сказал ему хотя бы несколько духа ободряющих слов по той простой причине что овен искренне верит что лучше него никто никогда работу не выполнит и если он выложился постарался очень сильно а здесь молча приняли его работу он чувствует себя униженным оскорбленным невостребованным раздавленным и ни к чему хорошему это не приведет поэтому овна надо хвалить особенно за хорошо выполненную работу овны работники одни из самых лучших потому что лень даже если на них сваливается то на рабочем процессе она никогда не сказывается они с энтузиазмом и мужественно работают считают что дело время потихий час лениться они будут потом свободны от работы время а пока работа их зовет будут самозабвенно и отчаянно трудиться на благо отечества вот вам и ответы на все вопросы а теперь модель начальника овна и подчиненного овна примерьте на себе и представьте как вы должны выглядеть на рабочем месте если вы чувствуете что эта модель вам чужда что ж я вам могу только посочувствовать целый месяц овна вы будете чувствовать себя не в своей тарелке но придется как-то поднатужиться дорогие мои друзья если вам это удастся вы очень сильно поднимите свой авторитет в глазах руководства а быть может вас даже и повысят по служебной лестнице если вам удастся хорошо выложиться и потрудиться а вот чего я вам не посоветую это атаковать бесконечно кофейник и делать вид что вы кипучий лентяй который во всю там трудится не покладая рук все это видно вашему начальству оно в месяц овна особенно прозорливо а лентяев начинать люто ненавидеть если вам раньше это сходило с рук то в месяц овна боюсь вас могут и поджарить на сковородке без наркоза так что будьте пожалуйста поосторожнее и так месяц овна будем активно трудиться много зарабатывать но к сожалению и можем зачастую много очень тратить дело в том что овна с финансами отношения не очень складываются конечно он любит хорошо зарабатывать и зарабатывает но удержаться от того чтобы не растрынкать все и не прийти к определенным вехам от зарплаты до зарплаты денег не хватает того не хватает и прочее широта души присутствует и желание роскошествовать тоже присутствует поэтому к сожалению удержать деньги бывает достаточно сложно и денежки утекают как сквозь пальцы вода и банкротство периодически нападать на нашего овна плохо плохо нас это касается напрямую мотайте на ус без подушки безопасности овну существовать нельзя когда он дойдет до мысли о том что должна быть неразменная сумма которая хранится на черный день это уже вопрос отдельный когда тогда дойдет но вам сразу нужно иметь в виду что отправляясь в месяц овна свои финансовые приключения надо все таки сразу запланировать ту часть денег которую вы тратить не будете чтобы случайно банкротство нам вас не напало как следует а это напоминаю вполне и вполне возможно если вы хотите чувствовать безопасность если вы мечтаете куда бы деньги вложить их можно инвестировать в крупные предприятия с хорошей репутацией покупать какие-то дивиденды жить на проценты это для овна в принципе нормально потому что как ни крути когда начинается завышенная инфляция когда какие-то потрясения на финансовом рынке овен начинает паниковать он искренне понимает что у него самого как говорится финансы поют романса он уже все растрынкал а жить не за что а тут еще кризисные времена и чувствует что он попадает в просак и очень сложно будет из финансовой ямы выбираться от этого как говорится настроение его лучше не становится состояние паники и отчаяния начинает нападать что делать что делать а надо просто научиться деньги считать потихонечку их откладывать в общем когда говоришь о финансовой истории нашего овна понятное дело дорогие мои друзья что частенько он бывает на мели и только потому что особо денег не считает и сколько денег не дай зачастую бывает что денег все время не хватает по разным обстоятельствам потому что нужно шагать в ногу со временем всего хочется туда заглянул сюда пошел там прикупил а в результате дырка от бублика напоминаю подушка безопасности единственный способ спасения в данном случае от финансовых треволнений может быть месяцом но вы наконец-то начнете разумно подходить деньгам и почувствуете что как это здорово когда есть копейка на черный день когда придет чувство безопасности успокоения нервы перестанут быть раздерганными и в конце концов вы скажете да кажется я мудрец и будете мудрецом на самом деле ну вот такая у нас была финансовая короткая история которую и должна рассказывать поскольку овен на деньги богу не молится и накапливать их совершенно не умеет распотягивать тут и рассказывать длинно о том что коротко выглядит совершенно нет никакого смысла вы просто сделаете выводы и подумайте над тем какие модели поведения вас ожидают и как вы будете выходить из этих вещей но я обещала подарки про подарки сейчас поговорим более обстоятельно поскольку овен как ни крути заслуживает дарение к своему дню рождения и было бы правильно знать чего бы он от нас хотел подарки подарены со значением всегда самые желанные дорогие так что у нас с вами маленькая небольшая скажем но значительная экскурсия начнем с парфюма дело в том что у овна есть приоритетные ароматы и когда он выбирает какие-то парфюмы у него есть приоритеты чтобы не умничать лучше вам зачитаю этот маленький фрагмент Женщины овные темпераментные оригинальные экстравагантные охотно пользуются духами со стойким запахом и сильной концентрацией травяных лавандовых ароматов овечкам придадут больше шарма духи или туалетная вода со свежим и одновременно крепким запахом ну вот первый подарок мы примерно нащупали но с парфюмом бывает даже если знаешь и имеешь рекомендации то все равно страшновато покупать угадал или нет есть подарки помимо парфюма которые возможно вас избавят от этих волнений есть категория подарков которые тоже часто попадают в руки это кошечки и собачки которых дарят по случаю считая что тем самым одарили так одарили могу сказать что с овном опыт вручения живого подарка может быть достаточно сложным по той простой причине что либо овен любит животных либо при своей импульсивной достаточно увлекающейся натурой непоседливой ему бывает скучно ухаживать за животными заранее вручая такой подарок понимать является ли представитель этого знака собачником или кошатником хотя бы поинтересоваться в частности с осторожностью вручать подобное животное маленьким овном которым тоже считает что при подарить собачку или кошечку очень даже здорово и тут надо тоже понимать будет ли увлечен ваш ребенок этим животным в полном объеме если он будет увлечен то этот подарок придется ему кстати он начнет общаться с такими же заводчиками кошечек и собачек особенно если его подвижное энергичное животное будет участвовать в каких-нибудь соревнованиях то для него это будет особая история поскольку конкуренция соревнования очень увлекает нашего овна и посещение подобных мероприятий для него будет целым событием там им можно и собачку показать и себя продемонстрировать и получить заряд бодрости пообщаться с такими же собачниками поэтому здесь отношение к живому подарку двоякое либо полная равнодушие может быть либо увлеченность длиною в жизнь когда ребенок с удовольствием будет общаться с животным поэтому расположенность ребенка или взрослого овна она должна быть заранее определена нравится ли ему животное увлечен ли он говорит ли он об этом мечтает ли он об этом а потом только дарить так что здесь надо быть поосторожней ну ладно разобрались все живыми подарками тоже понятное дело двоякое но есть подарки которые явно подойдут нашему овну и не создадут никаких проблем во первых это очень игривый знак и не имеет значения в каком он возрасте находится всевозможные игры соревнования билеты на какие-нибудь мероприятия допустим вы знаете что он увлечен баскетболом гольфом или другим видом спорта там футбол хоккей билет на матч это самое то подарок который бы он хотел от вас видеть если он у вас игрок но игрок например в электронные игры то можно преподарить какую-нибудь хорошую игру красочную замечательную которая его увлечет там пилотирование вертолетов или еще что-нибудь по типу например вождение самолета когда такое ощущение что ты сидишь в кабине и летаешь такие игры очень нравятся нашему овну самые удачные подарки которые производили впечатления на знакомо у меня выписанные я с удовольствием вам зачитаю наиболее удачные подарки для барашков те которые вызывают у них желание заняться новым хобби или используются для физической энергии так что смело можно дарить лыжи фотоаппарат видеокамеру может быть даже для подводной съемки и вполне устроит модные солнцезащитные очки бритвенный набор с разрекламированным кремом до и после бритья билеты на интересные спортивные события видеодиск с любимой кинокомедией или блокбастером а также кофеварка каминные принадлежности или просто книга на тему их очередного хобби которым они увлекаются ну вот вам дорогие мои друзья скромно но со вкусом так что выбор определенно есть и вы понимаете что если овен чем-то увлечен и подарок будет связан с его увлечением вы попадаете в стопроцентный джекпот это может быть рыбалка охота тогда это принадлежности к тому или другому и так далее и тому подобное лишь бы только как говорится у вас на это средств хватило и желание его порадовать знайте хобби считайте что с выбором подарка у вас никаких проблем уже нету а вот с драгоценными камушками если решили подарить какую-то коллекционную вещь или просто какое-нибудь ювелирное изделие у вас явно будут финансовые затруднения потому что камни чисто знака овен достаточно дорогие прежде всего это алмаз бриллианты рубин которые соответствуют этому знаку поэтому только для людей состоятельных с кошельком который как говорится нужды не видел такие подарки возможны но что есть то есть что касается алмаза выписка тоже у меня для этого существует потому что всего можешь не упомнить а хотелось бы чтобы информация дошла в первозданном виде понятное дело то это самый дорогой самый благородный из камней и даже если мы его не по возможностям подарить то знать о нем было бы конечно же интересно итак это символ невинности твердости храбрости победа над болью и недугом алмаз укращает ярость и сладострасти и дает уверенность и силу этому камню приписывали чудодейственные способности и необычную силу он приносит удачу во всех делах охраняет от болезней ран бережет от сглаза и злых чар обеспечивает благополучие долгую жизнь в качестве талисмана бриллиант на левой руке или шее но справа не должно препятствовать камню касаться кожи а правой извините то я камень имеет силу в том случае если его дарят или он достается в наследство в противном случае он не помогает ну вот дорогие мои друзья интересно и полезно знать каждому собственно говоря рубин камень ярко-красного цвета который олицетворяет собой яркую и неугасающую страстную любовь камень что рубин приносит счастье в любви и если ты хочешь заручиться поддержкой избранника чтобы он испытывал к тебе те же самые чувства то желательно подарить ему кольцо с рубином самому уносить таковое тогда связь будет совершенно неразрывная вот что написано в умном трактате по поводу этого камня рубин хорошего человека делает еще добрее злого превращает в настоящего злодея а благородный и мужественный человек носящий этот камень одерживает победы этот камень хранит от молнии наводнений отравлений ядами если рубин заметно потемнел значит его владельцу угрожает опасность ну вот дорогие мои друзья мы прошлись по всем дарам подаркам то что он понравится нашему вну я думаю что мы к дню рождения его абсолютно готовы главное сделать все с любовью и с верой что ваш подарок окажется для него желанным а с вами была Елена